Привет, друзья! Сегодня застояние, просто не стояние. Сегодня у нас на дворе. Чего у нас сегодня? И дождь сегодня понедельник или вторник? Вторник. Нормально. Ну, правильно, да. Вчера же я делала кофе себе. Привет, друзья! Время у нас уже позднее. Почти 6 часов. И я включила впервые камеру. Я вообще себя последние 3 дня очень нехорошо чувствую. Головные боли просто невероятные. Таблетки не помогают. Ну, просто вообще состояние. Хочется спать. Я сплю. И не могу открыть глаза. Такая тяжесть, что я не могу открыть глаза. Я сделала то, что я никогда не делаю. Габи дала в телефоне. У меня есть YouTube Kids, там, где можно смотреть. Ну, только мультики без рекламы. Разные, которые там она выбирает себе. Она возле меня лежала. Я вот эти мультики долбила. Мультики. Я мультики. Она долбила мультики. Я лежала. Сейчас вот реально сегодня почти 2 часа проспала. Где-то с 2.30 до 4. Просто. Ну, как спала. Конечно, просыпаюсь, чтобы видеть, где мой ребенок. Мой гадый. Да. Все сейчас сделала. Вот сегодня поход в магазин предстоит. Я не могу просто прийти в себя. Нужно было что-то приготовить. Я вот сделала... У нас еще светло, но я закрыла вот эти вот загородки от солнца, чтобы как-то это... Вот здесь у меня гречка. Сварила уже гречку. Здесь тушится, ну, типа баллонеза что-то. Свиного фарша. Привет. Время уже полседьмого. Видите, как у нас с вами все продвигается. Я выехала в магазин с Габриэль. Да. Она как услышала... Да. А как услышала, что я еду в магазин, она сказала, а я о Габи. Как же, что с Габи? Ну вот. Так что сегодня у меня в магазин вот такой список. Не знаю, что там видно, не видно. Вот здесь приостановлюсь. Вот такой список. Небольшой. На компьютерике я себе подготовила. Наверное, этот список был просмотром очередных фильмов, которые... Я очень люблю все эти документальные фильмы на тему питания, вегетарианства, веганства, здорового питания и так дальше, потому что смысл... В каждом... Из каждого фильма я для себя что-то выношу. Это я могу сказать однозначно. То есть ни один фильм для меня не проходит просто так. И причем кажется, что вроде мы все уже знаем, но что еще нам могут рассказать. Но оказывается, что еще есть много вещей, которые мы не знаем. И в каком плане? В том плане, что... Там, например, как правильно, как работает... Как работает инсулин? Как все-таки относиться там к сахару в продукте? Как... В общем, с каждого фильма я что-то вынесла. И я решила, что я закоминспектирую, потому что количество просмотренных мной фильмов на эту тему, ну, наверное, в районе 10, это точно за последнее время. Вот так, чтобы не быть голословной, я вот вам вставлю фильм, что я сделаю такое маленькое видео, что я вынесла из каждого видео. Потому что видео каждое, причем они длинные фильмы, час, полтора, каждый фильм. И действительно вынесена какая-то информация. И я вам расскажу, что из каждого фильма я для себя вынесла. Потому что, возможно, это кому-то будет полезным. Цель, потому что моя такая, чтобы мои видео были хоть чем-то, хоть кому-нибудь полезным. И я это видео сделаю. Возможно, даже его сделаю завтра. Потому что, ну, возможно, нет, нет. Потому что все-таки нужно как-то подвести какой-то итог. Так примерно я знаю для себя внутри, что для меня каждый из этих фильмов означает. Но знаете, чтобы ничего не упустить. А что касается, сори, общего положения. Понятно, что уменьшить количество потребляемого мяса, это понятно. То есть не нужно его исключать, но, по крайней мере, максимально уменьшить как-то, да. А потом, значит... Воу, Габи, что? Мама повернула? Вот. Потом, значит, стараться... Мама, минау! Минау, да. Потом стараться, конечно же, готовить пищу. Не употреблять процесс, фуд. Все переработанные продукты, которые могут быть переработаны. То есть сегодня почти большинство продуктов переработаны. То есть либо использовать с наименьшей обработкой продукты и стараться готовить самостоятельно. Стараться, конечно же, исключать сахар, потому что и так во всех продуктах, которые мы питаемся, да, даже простые там фрукты, простое что-то самое элементарное, в нем уже содержится сахар, уменьшить употребление соли. То есть какие-то такие вещи базовые, яда, их стала на них обращать внимание. И я стараюсь какую-то делать такую... Без фанатизма подходить к вопросам здорового питания. То есть не лишать там сразу все рубить. Знаете, там не есть мясо, не есть соль, не есть сахар, не есть та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Как бы не делать это вот в таком порядке. А если я пью кофе с ложкой сахара, то сделать пол-ложки сахара, да. То есть не сразу все рубить. Если я, например, там столовую ложку, допустим, или две столовые ложки на большую кастрюлю супа бросаю. Скорее всего, столовую ложку я так преувеличила. Вот. То, например, только лишь в половину, да, уменьшить. То есть не значит, что теперь сок будет там без соли или только, например, там с лимонным соком. Ну да, вы поняли меня. То есть... Что еще у нас там такое есть? То есть, например, уменьшить тоже потребление, само потребление кофе. Того же потребления кофе уменьшить. То есть, например, если я знаю, что, например, кофе не нужно отказываться, да, но если я хочу кофе, то, по крайней мере, уменьшить. Там, если я пью 2-3 чашки в день, хотя бы пить полторы, там, одну-две. То есть, какую-то регуляцию сделать. Без фанатизма. Каждый такой фильм у меня заставляет задуматься, потому что доллар, который мы выбираем заплатить за продукт, я хочу, чтобы это был не просто доллар, который я выброшу в мусорку, хотя мы не выбрасываем еду никогда. Но я не хочу, чтобы это был доллар, который мы потратили и не получили от него здоровья. То есть, я хочу, чтобы это был доллар, который мы потратили на более-менее здоровое что-то, а не на вовред себе, понимаете? То есть, мы выбираем, за что мы платим этот доллар и что мы в свой организм вообще закидываем. И вот я хочу более здоровый выбор делать в пользу, прежде всего, здоровья своих детей, своего здоровья, своей семьи всей. Поэтому, конечно, количество мяса мы давно уже уменьшили, в принципе. Увеличить еще количество овощей в наше питание, злаковых, уменьшить белую муку очень хочу. У меня сейчас такая цель уменьшить белую муку и сахар. Я считаю, что это уже будет большой вклад в изменение наших привычек питания. В общем, поэтому этим фильмом был навеян сегодня список мой небольшой. Тут есть как бы примерно на эту неделю заготовки, что я буду готовить. Я, в принципе, уже часть приготовила. И, в общем, что-то вам, если смогу показать, смогу, потому что я иду сегодня с Габи. А как известно, с Габи это поход веселый у нас предстоит, да? Hello! Вот, поэтому, в общем, мы пошли в магазин. Так, вот у нас Габочка здесь в магазине. До этого момента только в начале. Но мы, в принципе, уже очень много взяли из списка. Тут и персики, и два арбуза, и перцы, и огурцы, и вот такие сливки желтые. И укроп, и три клубники, три на пять. Вот, сегодня по 88 центов вот этот вот лист и салат, но они очень плохие. Вот, поэтому взяла только один. Яблоки брать, наверное, не буду еще есть, потому что дети перестали есть, и что-то сейчас из этого ряда будем брать. Мы уже заканчиваем. Вот все вкусненькое, что мы накупили. Молоко. Все, хватит. Что ты хочешь? Ах, вкусно пахнет. Все, что мы купили, на 58 долларов. Вот, друзья, время уже у нас без 10,8. Вот так вот быстро продвигается время. Мы с Габочкой отлично сходили в магазин, как вы могли уже убедиться. Купили очень много всяких фруктов и овощей. Нужно подметить, что мяса не было никакого. Ни сосисочки, ни одной, ничего. Из молочного только молоко. Мясо я, кстати, хотела какое-то брать. Каби, зачем ты бросила? Я хотела брать какое-то мясо, но просто не было ничего, реально. Такое все какое-то не очень симпатичное. Поэтому я не... Каби, что ты там разговариваешь? Так что, в принципе, по большому счету, 58 долларов в счет небольшой, но с другой стороны, он только лишь на фрукты и овощи. То есть там ничего сисного нет. Сегодня я сделала большую такую сковороду баллонеза. Ее хватит, я думаю, дня на 2-3. И гарнир у меня есть. Я взяла картофель, купила. Можно будет и пюре, и можно будет что-то в духовке с ней делать. И рис у меня есть, и гречку. Сейчас я сварила, и макароны. Это все у меня дома есть. Нужно было покупать. Будет здорово, Габочка. В Волмарт мне нужно кое-что вернуть. Сейчас я еду в Волмарт. Мне нужно кое-что вернуть. И я думаю, что... Может быть, там я возьму что-нибудь мясное, будет симпатичное. Смотрите, дошки рюкзак. И мне нужно посмотреть Габи ланчбокс. И мяско, как я уже сказала. И все. Так что, в общем-то, пошли. Волмарт. Значит, что было для меня? Интересно, я пришла посмотреть, по чем здесь мышеловки. Потому что мы постоянно вылавливаем мышей. И поняли, что самые простые, они самые лучшие. Вот это 4,97. А, вот это даже есть для крыс. Мышеловки для крыс. По той же цене, но одна штука, как для мышки две стоит. Такие вот разные мышеловки есть. И на липучке такие. Вот такие тоже брали. А вот такие маленькие Костя брал. 2,24. Вот я их и возьму. 2,24. А я возьму такие две штучки. Пусть будут. Такие они разные здесь есть. С умными заходами. С разными. Для мышей. Какая-то отрава разбрасывать. Чего только нет. Вот такие у нас есть. Подносики. Вот, ребята, отдел в Омарте. Все для шитья. Можно и шлейную машинку сразу прикупить. Есть 200 долларов, и 120 долларов. Вот этот бразер. Неплохие. Я себе присматриваю. Думаю, в последнее время про машинку, но Габи, откуда эта нитка? Упала что-то. Положена место. Вот зингеровская. Я не знаю, сколько она. Я думаю, она порядка может быть даже доходить. Ну, это маленькая. Она долларов 500 может. Кто это? Она здесь две. И что-то цены нигде нет. Все, что нужно. Сразу и замочки можно купить в любых размерах. Цены приемлемые. Все, все, все. Ниточки для подколок. Как они? Шпуньки? Шпульки? Как они называются? Тоже 4 доллара. Все, есть иголочки. Нитки. Габи, оставь это. Поставь. Вот. Нитки разные. Все, ребята, есть все. Только начинайте шить, кто хочет. Я вот себе думаю. Хочется мне подшивать иногда что-то. Перешивать. Пуговички, наборчики разные. Прелесть. Короче, все есть. Любые желания за ваши деньги. Все время у нас уже 8.58. Ровно час мы были в Голмарте. Едем домой. У нас еще светло, как вы можете видеть. Я купила детям два рюкзачка по 5 долларов. Симпатично я помню у меня и дом. С таким рюкзачком проходил в первый и второй класс. То есть это был один и тот же рюкзак. В следующий год я ему на третий класс я ему купила. Габи, не разбрасывайся. Я ему купила за 10 долларов уже. И за 10 долларов он проходил ровно год. Хотя там был еще ланчбокс, конечно, и пенал, и бутылочка. Он с ним проходил всего лишь год. Почему-то, почему-то, потому что рюкзак немножко изначально, видимо, был порван, и я не заметила. Так бы он еще с ним и в этом году ходил, потому что, в принципе, пенал у нас еще остался на этот год. Там простой такой, матерчатый. И ланчбокс уже, в принципе, можно пользоваться. Но мы им не будем пользоваться, потому что у нас есть еще поза прошлого года. Новый я купила, и мы им практически не пользовались. Вот. Так что и Габи купила. Но за 5 долларов, мой грех, не взять. Максимум у нас есть на этот год рюкзачок нам подарили красивый такой. Божью коровочку. Этот максимум будет на следующий год. Просто взяла. Вот. Вот и все. И взяла. Там была мисочка пластиковая. Вместо 2 доллара за доллар. Такая большая. Я люблю большие там, знаете, салат какой-нибудь перемешивать. Или там мясо мариновать. Такая вот желтая миска пластиковая за доллар. Я вас прошу. Еще и моего любимого зеленого цвета. И откроем окошко, чтобы заходил свежий воздух. Взяла маленькую баночку квашеной капусты. И колбаски мартаделла. Она баланес. Ну, вареная, простая там. Пару кусочков деткам. Для разнообразия на перекуск. В принципе, это все. И это мне обошлось за 21 доллар. Неплохо. Весьма недурно. Мяска я никакого не купила. Потому что там в большой упаковке, в принципе, была неплохая грудинка куриная. Можно было взять. И была говядинка. Но я, в принципе, не беру говядину. Только в виде фарша и там не часто. Вот. Ну, в общем, короче, вот так вот как-то. Так что у меня будет вегетарианский плов. А точнее рисовая каша. Как говорит моя свекровь. Вот. Так что. А мы направляемся домой. Правда, без облаков. Как я люблю говорить. По дороге с облаками возвращаемся домой. Облака видно хорошо днем. А вечером как-то просто чистое небо. И уже просто сумерки. И просто мы едем домой. Вот. Слава Богу, кушать есть. Сейчас наверняка вечером буду варить борщ. Вот, ребята. Так что вот это был маленький день со мной. Не пишите ей на нуждожество между дневным блогом. Ребята, я буду стараться. Сейчас вот просто я выпала на две недели из жизни. Неделя каникул. Неделя прихода в себя после каникул. Хотя, в принципе, на канале путешествия я старалась выложить. Там четыре видео есть. А вот. И сейчас я возвращаюсь в строй, так сказать. Я с удовольствием буду выкладывать это. Я не могу сказать, что это мне тяжело взять камеру в руки. Но просто вот такие дни были какие-то. И я себя как-то так сейчас чувствовала. Отвратительно. Просто вообще сонное состояние какое-то. Поэтому вы уж не судите строго. А я постараюсь вам хоть чуть-чуть, но каждый день что-то выкладывать. Так что все. Хорошего вам дня. Спокойной ночи. Доброго утра. Кому что. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok